Здравствуйте! Мы здесь в студии канала Тринити. Меня зовут Крис Конвей. Сейчас мы в прямом эфире и переходим к другому формату дебатов. Добро пожаловать на нашу сегодняшнюю передачу. Мы рады, что вы с нами и с большим воодушевлением вновь проводим дебаты между двумя нашими ведущими, опытными, высокообразованными и в такой же мере коммуникабельными спикерами. Шабиром Али справа от меня в нашей студии и Дэвидом Вудом также в студии слева от меня. Итак, напомню, я Крис Конвей и я очень рад быть частью этого события. Сейчас мы уделим несколько минут разъяснению формата, темы, а также представим участников, а затем перейдем к самим дебатам. Итак, еще раз спасибо за то, что присоединились к нам. Мы в восторге. Для начала скажу, что в середине просмотра мы сделаем двухминутный перерыв, во время которого вы сможете позвонить нам. По окончании мы дадим возможность каждому из наших спикеров ответить на ваши вопросы, конкретные вопросы, не комментарии. Так что делайте заметки во время просмотра, потому что это будет захватывающее зрелище, как было и вчера. Первая тема, которую мы собираемся рассмотреть, звучит так. Говорит ли нам Павел истину об Иисусе? Вторые дебаты будут называться «Говорит ли нам Мухаммед истину об Иисусе?». Итак, прежде чем начать, давайте познакомимся с нашими спикерами. Я начну с Дэвида, он слева от меня. Дэвид Вуд имеет степень доктора философии. Он участвовал более чем в 50 модерируемых публичных дебатах с мусульманами, атеистами и христианами. И это число продолжает расти. Бывший атеист, Дэвид стал христианином после исследования исторических доказательств воскресения Иисуса. Доктор Дэвид Вуд состоит в обществе христианских философов и евангельском философском обществе. Он савтор таких книг, как «Доказательства Бога», «50 аргументов о вере, Библии, истории, философии и науке», «Отстаивая воскресение» и «Истинная причина – христианский ответ на вызов атеизма». Он живет в Бронксе со своей женой Мэри и четырьмя сыновьями Люсьеном, Блейзом, Ридом и Пейли. С нами также доктор Шабир Али. Шабир Али имеет докторскую степень по толкованию Корана, полученную им в Университете Торонто. Также он получил степень бакалавра искусств в области религиоведения со специализацией по библейской литературе в Аврентийском университете. Он президент Международного центра исламской информации и Давата в Торонто, где занимает должность имама. Он путешествует по миру, представляя ислам в публичных лекциях и межрелигиозных диалогах. Он рассказывает об исламе в ежедневной телевизионной программе, которая называется «Пусть Коран говорит». Последний выпуск вы можете посмотреть онлайн на www.kuranspeaks.com. Как я уже упоминал, тема наших дебатов – «Говорит ли нам Павел истину об Иисусе?». Дэвид будет выдвигать положительные утверждения в этих первых дебатах, а это значит, что он начнет со вступительного заявления, а также в самом конце подведет итоги и закончит дебаты. Теперь пройдемся по формату. У Дэвида и Шабира будет по 10 минут на вступительные заявления. Далее последует выступление Давида с 7-минутным опровержением. За ним Шабир, также с 7-минутной речью. Затем прозвучит второе опровержение от Давида на 5 минут, следом Шабир, также с 5 минутами. После этого начнется перекрестный допрос, в котором у каждого спикера будет 1 минута на ответ, и так 3 раунда. И далее в самом конце у каждого будет 3 минуты на то, чтобы сделать заключительные выводы. После этого мы устроим небольшой перерыв и перейдем ко вторым дебатам на тему. Говорит ли нам Мухаммед истину об Иисусе? Таким образом, в ближайшие несколько часов нас ожидает вечер насыщенной информацией. Я собираюсь отойти на задний план. Таймер установлен. Дэвид, пожалуйста, начните с ваших вступительных замечаний. Спасибо, Крис. И заранее спасибо Шабир за ваши наводящие на размышления комментарии по поводу апостола Павла, которыми вы скоро поделитесь. Если вы мало знакомы с христианско-мусульманскими дебатами, то можете удивиться, почему мы концентрируемся на апостоле Павле. На самом деле это ключевая тема, потому что, как бы странно это ни прозвучало, для мусульман обвинение апостола Павла в отступничестве может оказаться единственным способом защитить Мухаммеда. Почему я так говорю? Потому что Куран неоднократно утверждает, что Иисус был мусульманским пророком, посланным Аллахом проповедовать Ислам. Но когда мы обращаемся к Новому Завету и находим его слова о том, что он пришел отдать свою жизнь в качестве искупления за других, что он умер на кресте и воскрес из мертвых, и что он тот, кто будет воскрешать в последний день и судить всех людей, необходимо задаться вопросом, почему это так не похоже на Ислам? Очевидный ответ заключается в том, что Мухаммед был лже-пророком, который уводил людей от Евангелия. Но мусульмане не хотят выбрать этот путь, поэтому они должны обвинить кого-то в том, что он исказил послание Иисуса. На бытовом уровне мусульмане чаще всего говорят, что послание Иисуса было искажено на Никейском соборе или на чем-то подобном, но любой, кто знает хоть что-нибудь об истории христианства, понимает, что веру в смерть, воскресение и божественности Иисуса можно проследить вплоть до первого века. Так что если наши мусульманские друзья не хотят поверить в то, что Константин построил машину времени и вернулся назад во времени с целью исказить христианство в первом веке, то подобное объяснение не работает. Таким образом, мусульманам необходимо масштабное искажение основных христианских доктрин уже в первом веке. Но здесь возникает проблема. Они не могут обвинить Иисуса в искажении этого послания, так как он был пророком Ислама, как и не могут обвинить первых апостолов Иисуса, потому что Коран говорит, что они были добропорядочными мусульманами. Поэтому мусульмане должны найти кого-то в первом веке, исключая Иисуса и кого-либо из первых апостолов, но человека, который тем не менее был достаточно влиятельным, чтобы одолеть всех истинных последователей Иисуса и исказить христианство. И самым подходящим вариантом, который нашли мусульманские апологеты, оказался апостол Павел, поэтому они называют Павла лжецом и обвиняют его в искажении христианства, в надежде, что это поможет им спасти Мухаммеда. Но прежде чем мы обвиним Павла во всех тяжких, следует рассмотреть 10 фактов, которые нам важно учитывать. Первое. Павел был выдающимся ученым, который знал Ветхий Завет от корки до корки. Философ-атеист 20 века Энтони Флю сказал, что Павел, я цитирую, «очевидно обладал первоклассным философским умом». Римский правитель Фест, возражая Павлу, не смог сказать ему, что он глупец, а наоборот сказал лишь, «Павел, большая ученость, доводит тебя до сумасшествия». Конечно же, быть выдающимся ученым не означает, что ты прав, но поскольку Иисус утверждал, что исполнил Ветхозаветные пророчества, знать что-то об их содержании, несомненно, полезно, особенно если вы способны это содержание оценить. Второе. Павел был современником Иисуса, который знал все необходимые языки для исследования его учения. Если вы хотите достоверную информацию о человеке, то весьма полезно быть частью того же поколения, что и он, жить в той же стране и говорить на его родном языке. Поэтому Павел находился в идеальном положении для того, чтобы узнать об Иисусе столько, сколько он хотел. Третье. Павел получил откровение от самого Иисуса. Павел не просто однажды решил стать апостолом. Он был избран Иисусом Христом, который явился ему и изменил его жизнь навсегда. Зачем Иисусу лично избирать кого-то, кто исказит его послание? Четвертое. Павел проверил свои откровения. Павел был достаточно умен, чтобы знать. Множество людей считают, что они получают откровение от Бога, когда на самом деле это не так. Поэтому после получения откровения и проповеди Евангелия, он отправился в Иерусалим и представил свое Евангелие первым апостолам Иисуса, чтобы убедиться, что оно соответствует Евангелию Иисуса. Послание Павла было подтверждено апостолами Иисуса. Пятое. Будучи фарисеем, Павел был зациклен на сохранении и передаче авторитетной традиции. Павел описывает свою жизнь фарисея, говоря, «Я преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Сосредоточенность Павла на традиции не исчезла. Став христианином, он просто сменил источник авторитета. Будучи фарисеем, он передавал традиции, полученные им от уважаемых раввинов, а став христианином, передавал традиции, полученные от апостолов Иисуса. Поэтому идея, что Павел, который всю свою жизнь обучался столь тщательно и ревностно сохранять и передавать авторитетную традицию, каким-то образом заново изобретает христианство в своей собственной голове, исказив то, чему на самом деле учили Иисус и его апостолы, идет вразрез со всем, что мы знаем о Павле и его происхождении. Шестое. История подтверждает взгляды Павла на Иисуса. Везде, где возможно проверить его утверждения, даже если принять критический подход к истории Иисуса, существуют определенные факты, которые мы можем установить. Например, Иисус рассматривает себя как принесшего Царства Божьего. Иисус считал себя Мессией. Иисус называл себя Сыном Божьим. Иисус умер, будучи распят. Последователи Иисуса были убеждены, что Он явился им воскрешен из мертвых. Это то, что мы обнаруживаем благодаря историческим исследованиям жизни Иисуса. И именно это говорило бы Иисусе Павел. Седьмое. Павел претерпевал жестокие преследования за свое послание и никогда не отрекался от него. Мусульмане любят указывать на то, что Мухаммеда преследовали в Мекке. И это правда. Но преследования, пережитые Мухаммедом, были похожи на отдых на Гавайях по сравнению с ударами плетью, тюрьмой, кораблекрушением, побиванием камнями и обезглавливанием, через которые прошел Павел. Причина, почему это важно, заключается в следующем. Чем больше вас преследует, тем больше появляется причина становиться и подумать, действительно ли у меня откровение от Бога. Я должен все обдумать, потому что это слишком дорого мне стоит. Упорная стойкость Павла перед лицом пыток и смерти показывает, что он точно не мог умышленно лгать о своих откровениях и опыте встречи с воскрешим Христом, что должно придать нам уверенность в его словах. Восьмое. Апостол Павел за время своих миссионерских путешествий совершил множество чудес, включая исцеление человека, который был инвалидом с рождения, и даже воскрешение из мертвых молодого человека по имени Евтих. Павел жил настолько чудотворной жизнью, что люди брали его одежду, возлагали на больных, и больные исцелялись. Благодаря изгнанию бесов, Павел приобрел такую известность, что заклинатели пытались изгонять духов словами, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Зачем Богу давать Павлу такую силу, если он искажал Евангелие? Девятое. Павел жил морально-образцовой жизнью. Прежде чем стать христианином, он был непорочен, согласно иудейскому закону. Это не значит, что он был безгрешным. Это значит, что никто не мог указать на него пальцем и обвинить в нарушении заповеди Торы. Единственное, за что мы его можем осудить, так это за то, что он применял насилие в попытке уничтожить христианскую церковь, но это было до того, как Павел сам стал христианином. После своего обращения Павел полностью отказался от насилия и проповедовал любовь как центральную христианскую добродетель. Итак, зная, что Павел был высокоморальным и набожным человеком, какой смысл обвинять его в том, что он порочный лжец? Десятое. Это специально для наших мусульманских друзей. Аллах подтверждает надежность Павла. В суре 61-14 стихе Курана Аллах говорит, что он поддержал истинных последователей Иисуса, и они вышли победителями в борьбе с теми, кто отверг Иисуса. В своем комментарии на 61-ю главу 14-й стих Юсуф Али говорит, что речь идет об Аллахе, который поддерживал христиан, пока они не распространились по Римской империи. Но христиане, которые распространились по Римской империи, были теми, кого мусульмане называют павлонианскими христианами. Итак, Аллах помогал неверным христианам? Один из самых уважаемых мусульманских комментаторов всех времен Куртуби комментирует суру 61-ю стих 14-й следующим образом. Сказано, что этот стих был открыт касательно апостолов Иисуса, мир ему и благословения. Ибн Исхак заявил, что из апостолов и учеников, которых Иисус послал проповедовать, Петр и Павел были в Риме. Этот мусульманский ученый говорит нам, что Павел был послан Иисусом. Мусульманский историк Табари согласен с тем, что Павел был последователем Иисуса. Он пишет, среди апостолов и последователей, которые пришли за ним, были апостол Петр и Павел, который был последователем, а не апостолом. Они отправились в Рим. Почему уважаемые мусульманские комментаторы причисляют Павла к истинным свидетелям Иисуса, который проповедовали в Риме? Причина, по которой они описывают Павла таким образом, заключается в том, что многие классические мусульманские комментаторы основывают свои взгляды на Куране. Аллах сказал, что он даровал Евангелие в качестве верного руководства для человечества, и что он защитит последователей Иисуса. Поэтому эти комментаторы понимают, что сказать, будто апостол Павел исказил Евангелие, значит оскорбить Аллаха. Так как Аллах послал Евангелие как руководство, и обещал защитить последователей Иисуса, но был побежден апостолом Павлом. Это делает апостола Павла более могущественным, чем Аллах. Итак, когда современные мусульмане говорят нам, что планы Аллаха были сорваны апостолом Павлом, они не заставляют Павла выглядеть плохо. С их слов выходит, что он выглядит более могущественным, чем их Бог. Если вы не понимаете, почему это проблема для ислама, обратите внимание на остальную часть дебатов. Хорошо. Большое спасибо, Дэвид. Осталось даже немного времени. Мы его оставим про запас. А сейчас сбрасываем таймер и готовимся к выступлению доктора Шабира Али с 10-минутной презентацией. Итак, все готово? Можете начинать прямо сейчас. Что ж, спасибо, Дэвид, за эту интересную презентацию. И любопытно, как Дэвид игнорирует все, что мы обсуждали вчера, и снова выступает с теми же заметками, которые он должно быть подготовил еще до вчерашних дебатов. Просто читаясь со своего ноутбука. Это интересный подход, ведь мы в дебатах должны взаимодействовать с другим человеком, выслушивать другие аргументы и включать их в то, о чем собираемся говорить в будущем. Рассматривая апостола Павла, для нас очень важно понимать, действительно ли он учил той же религии, что исповедовал сам Иисус и его первые ученики. Очень важно, потому что из 27 книг Нового Завета, 14, то есть больше половины, традиционно приписываются апостолу Павлу. Сегодня ученые считают, что только 7 из них неоспоримы являются его трудами, а остальные могли быть написаны другими людьми. Но всем ясно, что Павел оказал существенное влияние на учение раннего христианства, и не только потому, что он написал так много документов, но также из современных исследований не менее ясно, что многие другие документы Нового Завета были написаны людьми тесно, связанные с Павлом. Например, деяния апостолов, как говорят, были написаны личным врачом и в некотором роде учеником Павла. Мы должны знать об этом, и тот же автор, как говорят, написал одно из Евангелий, Евангелие от Луки. И, как говорят, Евангелие от Марка было написано Марком, и в одном из своих посланий Павел говорит, «Один Марк со мною». Похоже, что Марк также был в близких отношениях с Павлом, хотя некоторые относят Евангелие от Марка к традиции, восходящей к Петру. Итак, мы видим, что учения Павла в значительной степени проникли в Новый Завет. Также здесь важен вопрос хронологии. Павел писал около 50-х и начала 60-х годов нашей эры. Евангелия были написаны после Павла. Евангелие от Марка было написано в период между 66-м и 75-м годами, что определенно случилось после смерти Павла в 64-м году. Другие Евангелия от Матфея и Луки, как говорят, были написаны в период с 82-го по 85-й год, а Евангелие от Иоанна, последнее из четырех, около 90-го года и получило конечную редакцию приблизительно к 100-му году. Это конец первого века. Итак, мы видим, что Павел был очень важным и плодовитым писателем, и были другие, которые следовали за ним и формировали то, что стало известно как христианство. Многие из фактов, которые Дэвид просто прочитал как литургию, почти всегда начинали с упоминания какого-то ученого, создавая видимость непредвзятости. А затем он быстро переходил к работам Павла и его близкого ученика. Так, например, откуда мы знаем, что Павел совершал чудеса? Потому что так сказано в Деяниях Апостолов. Кто написал Деяния? Личный врач Апостола Павла. А что он хотел доказать? Он хотел доказать правоту Павла. Какие еще попытки были предприняты для того, чтобы доказать, что Павел прав? Во вчерашних дебатах мы упоминали, что 2 Петра, как говорят, было написано Петром. Говорят, что это написал Петр, но сегодня ученые в большинстве своем считают, что его лишь приписывают Петру. И что делает это письмо? Это письмо ссылается на другие послания Павла, как будто они являются писанием, и это показывает, что Павел получил весомое одобрение от других учеников. Создается впечатление, что они объединены. И это представление на самом деле популярно в христианстве. Все думают, о, это же Павел и первые ученики Иисуса. Может быть, между ними были какие-то первоначальные разногласия, так как Павел изначально преследовал их, но потом он увидел Иисуса, обратился и стал важным учителем христианства. Он был таким нравственным и честным и так далее. Поэтому мы не можем ожидать от него какого-либо обмана. И я должен сказать, что согласен. Я не подозреваю Павла в каком-либо намеренном обмане. Я не говорю, что он намеренно поставил перед собой цель ввести в заблуждение христиан и весь мир. Что он получил от этого? Но иногда человек верит в то, что он проповедует, хотя то, что он проповедует, неправильно. И как мы можем узнать, проповедовал ли Павел то, что было правильно? Мы должны сравнить его слова с тем, что знаем об истинном учении Иисуса, правильно исторически тщательно реконструировав и исследовав его. Раз мы знаем, что второе послание Петра на самом деле не принадлежит Перу Петра, то мы можем увидеть, что оно было намеренно написано с одной из двух целей. Подтвердить послание Павла и показать нам, что мы должны последовать за Павлом. Это должно насторожить нас. Нам следует задаться вопросом, кто такой Павел на самом деле? И правда ли он действовал сообща с первыми учениками Иисуса? Библейские ученые, даже некоторые из самых консервативных, сегодня признают, что между первыми учениками Иисуса и Павлом произошел разрыв. И в действительности они так никогда и не примирились. Например, у меня есть книга Мартина Хенгеля, которая писала жизнь святого апостола Петра. Это название его книги. Мартин Хенгель известен в евангельских кругах как уважаемый ученый, и он говорит, что имел место разрыв, который так и не был урегулирован. Именно поэтому деяния апостола сначала описывают Петра, а после он уходит со сцены, и дальше речь идет о Павле. Все сконцентрировано на Павле. Но не говорится о Петре и Павле вместе в последние годы, чтобы избежать необходимости объяснять факт разрыва между ними. Таким образом, деяния апостолов были написаны с целью сокрытия некоторых из этих разногласий и трудностей, которые существовали в ранней церкви. Ранее я упоминал Евтиха. Откуда мы знаем, что Павел воскресил Евтиха из мертвых? Потому что так говорится в деяниях апостолов. И что деяния пытаются этим сказать? Лука, автор, пытается показать, что Павел в чем-то похож на Петра. Петр совершает великие чудеса, и Павел совершает подобные чудеса. Так, Петр воскресил Тавифу из мертвых, а Павел воскресил из мертвых Евтиха. Но если мы сравним их, то увидим, что между ними есть различия. Потому что в примере с Петром, Тавифа была по всем показателям точно мертва. Когда мы рассматриваем историю с Павлом, там он произносит речь, которая затягивается ненадолго. Евтих слушает речь и уже думает, как бы уйти отсюда? Он сидит на окне, засыпает и падает вниз через окно и погибает. Павел идет к нему, ложится на него и говорит, что юноша не мертв. И очевидно, что в каком-то смысле тот воскресает из мертвых. Но где подтверждение, что Евтих был мертв на самом деле? По собственному признанию Павла, юноша не был мертв. Так что есть разница между чудесами, которые относятся к Павлу и к Петру. Очевидно, попытка автора выставить Павла человеком, похожим на законного ученика. Итак, если Павел сознательно не обманывал людей, то, может быть, он был обманут сам. Это возможно. Как Павел обратился и стал учеником Иисуса? Об этом говорится в Деяниях апостола. Он увидел яркий свет, и это был Иисус, говоривший к нему. Но у нас нет причин полагать, что все произошло именно так, как написано в рассказе Павла. На самом деле, сам Павел говорит, что он был восхищен на небо и получил откровение именно там. Но даже если Павел и видел тот яркий свет, о котором говорится в Деяниях апостолов, откуда мы знаем, что это на самом деле был Иисус? Потому что он сказал, я Иисус? Что ж, Павел пишет в 11 главе своего второго послания Коринфянам, что даже сатана принимает вид ангела света, чтобы престить и избранных. Так что, возможно, тот, кого видел Павел, не был настоящим Иисусом, а был кем-то другим. И я думаю, что если Павел и вправду видел этот яркий свет, то это не мог быть Иисус, говоривший ему вопреки тому, на чем изначально стоял Иисус, и что продолжали проповедовать его ученики. Мы видим, что Павел является тем, чьи труды стали основой для доктрины, об оправдании только верой. Что Писание Павла составляет основу для учения о том, что Иисус умер на кресте, заплатив цену за наши грехи. Павел, на самом деле, изменил даже Шима Исраэль. Мы видели вчера и слышали, как Дэвид сам цитировал второзаконие, главу 6, стих 4, подчеркивая, что Бог един. Это то, что сказал Дэвид, един. И Павел, говоря нам о Шима, на самом деле переделывал ее, тогда как Библия в Ветхом Завете утверждала, что есть только один Господь, Бог. Павел говорит, что есть один Господь и один Бог, и Он изменил это на два. И в послании филиппийцам Он говорит, что Иисус был образом Божьим, так, как будто у Бога есть образ. И затем Он пришел на землю, приняв образ человека. Так что Он проповедовал Иисуса так, как будто Иисус божественен, что приведет к поклонению Иисусу. А согласно Ветхому Завету, каждый, кто призывает вас поклоняться Богу, которого не знали ваши отцы, является лжепророком и должен быть побит камнями до смерти. И это объясняет, почему иудеи в Иерусалиме хотели побить камнями Павла. Одна из причин, как говорили иудеи, в том, что он исказил учение Моисей и ввел что-то новое, поэтому они не считали его истинным учеником. Кажется, даже первые ученики Иисуса не совсем верили, что Павел был его истинным учеником. Спасибо, доктор Шабир. Мы двигаемся точно по расписанию, и сейчас сделаем наш первый небольшой перерыв, и после возвращения Дэвид выступит со своим первым опровержением. Так что оставайтесь с нами и смотрите наши сегодняшние дебаты. Спасибо. Итак, мы вернулись и продолжим. Напоминаю, что тема первых дебатов — «Говорит ли нам Павел истину об Иисусе?» Таймер установлен на 7 минут для начала первого опровержения Дэвида Вуда. Итак, Дэвид, начинайте. Спасибо, Крис. И еще раз спасибо, Шабир. В своем вступительном заявлении я отметил, что Павел был выдающимся ученым, который знал Ветхий Завет, что он был современником Иисуса, знал все необходимые языки для понимания жизни и посланий Иисуса, что он получил откровения от самого Иисуса. Проверил эти откровения, представил свое послание первым апостолам Иисуса. Он был сосредоточен на сохранении и передаче традиций, что история подтверждает слова Павла. Везде, где мы можем ее проверить, что он претерпевал жестокие преследования и не отрекся, совершил множество чудес, жил нравственно-образцовой жизнью, и некоторые из наиболее уважаемых исламских ученых, и даже сам Аллах, подтверждают надежность Павла. Другими словами, Павел настолько надежен, насколько это возможно. Какому бы методу мы не прибегли, исследуя надежность Павла, он пройдет этот тест. Так почему же Шабир настаивает на том, что Павел исказил послание Иисуса? Что ж, как уже отмечалось, я полагаю, что истинная причина состоит в том, что мусульманам необходимо обвинить кого-то, потому что Мухаммед подтвердил послание Иисуса, а послание Иисуса полностью противоречит Исламу. Так что, когда мы открываем Библию и находим там слова Иисуса о том, что Он умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых, что Он Сын Божий, мусульманам необходимо обвинить кого-то за эти слова, потому что это не то, что говорил Мухаммед о Библии, это не то, что заявлял Аллах о Библии. Так что на кого-то нужно переложить всю вину. Почему бы не на апостола Павла? Шабир представил нам на рассмотрении несколько моментов, так что давайте этим и займемся. Шабир говорит, что Евангелие от Марка было написано в конце 60-х, начале 70-х годов, и это было после апостола Павла, поэтому он мог быть ответственным за искажение всех наших записей. Для справки, я хотел бы отметить, что эта поздняя датировка Евангелия от Марка основывается на важном научном принципе, по той идее, что поскольку Евангелие от Марка содержит пророчество Иисуса, предсказывающее падение Иерусалима, ученые решили, что пророчество и предсказание невозможны, поэтому оно должно было быть написано уже после падения Иерусалима или где-то во время Римской осады, и это единственное возможное объяснение текста. Итак, заметьте, что предполагается, будто Иисус не мог предсказать будущее. Так что если Шабир использует это предположение, как основание для поздней датировки Евангелия от Марка, если Шабир принимает эту предпосылку, тогда Ислам ложен, поскольку Ислам учит, что Иисус предсказывал пришествие Мухаммеда, которого, очевидно, не могло быть, если не может быть пророчеств и предсказания. Так что, утверждая этот принцип, Шабир отрицает истинность Ислама. Шабир недоволен тем, что я цитирую «Деяния апостолов», к которым он также обращается, ведь они были написаны спутником Павла. И если он был очевидцем дел Павла, то это делает его ненадежным автором. Обратите внимание, свидетельство очевидцев — это не то, что нам нужно. Нам нужно что-то отличное от свидетельства очевидцев, и мы, разумеется, не можем рассматривать кого-либо, кто был спутником апостола Павла. И если таков ваш взгляд, то вы должны отбросить всю историю Ислама. Откуда мы черпаем информацию о Мухаммеде? Мы обращаемся к его последователям, верно? Но согласно Шабиру, вы не можете им доверять. Что ж, это интересный подход. И можно только задаваться вопросом, если Лука ненадежен и придумывает истории, зачем приводить его в качестве основы для предполагаемого раскола между Павлом и апостолами? Когда мы читаем это, то обнаруживаем, что Павел постоянно подчиняется авторитету первых апостолов Иисуса. Так как это может быть основанием для предполагаемого разрыва, при котором Павел их подавляет? Шабир отрицает истории о чудесах, описанных Лукой. Так что Лука должен был лгать при составлении этих историй об апостоле Павле. У нас также есть собственные письма Павла, в которых он вспоминает о своих чудесах, обращаясь к людям, среди которых он их совершал. Так во 2 Коринфянам 12 главе он говорит, «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами, ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость, простите мне такую вину». Он говорит о своей власти апостола, говоря о признаках настоящего апостола, которые они сами видели. Так что Павел сам говорит об этом. Здесь Шабир сказал бы, «Наверное, здесь он говорит неправду». Но если вы будете просто называть всех, с кем не согласны лжецами, таким методом можно доказать все, что угодно, когда речь идет о том, говорит ли Мухаммед правду об Иисусе. Шабир говорит, что он не утверждает, будто Павел сознательно обманывал людей. Хотя Шабир должен был бы, если он хочет сказать, что Павел угал о своих чудесах. Шабир говорит, что был разрыв между апостолом Павлом и первыми учениками, и он приводит некоторых ученых, которые не дают никаких убедительных доказательств того, что такой раскол существовал. Что за свидетельство? Книга Деяний, которая ненадежна? Что мы видим, обращаясь к посланиям Павла или к книге Деяний, так это то, что Павел называет себя наименьшим из апостолов, получает откровения, а затем идет и подтверждает их у апостолов Иисуса, чтобы убедиться в правильности своих откровений. И это приводит нас к последнему моменту. Шабир хочет узнать, как мы можем быть уверены, что Павел действительно слышал Иисуса, а не Сатану. В конце концов, Павел говорил, что Сатана принимает вид Ангела Света. Что ж, вот как. Павел понимал это. Вот почему он решил пойти к первым апостолам, изложить им свое Евангелие, и готов был согласиться с ними, если они скажут, что он неправ, то есть трудился напрасно, попусту тратил время, проповедовал уже Евангелие, но они этого не сказали, а наоборот, дружески приняли его. Далее Шабир ссылается на некоторых ученых для подтверждения какого-то разрыва между Иисусом, апостолами и Павлом. Шабир часто цитирует Джеймса Данна, так что я хотел бы показать вам, что Данн говорит после исследования взглядов на законы Иисуса и Павла. Он говорит, здесь становится очевидным, что Павел, находясь в рамках закона, утверждал, что закон обрезания больше не имеет силы, но на одном дыхании с этим он подтверждает важность соблюдения закона Божьего. Разве это не напоминает нам Иисуса? И далее он продолжает, Павел обращает внимание на закон, действующий во Христе, и никакое другое объяснение не придаст столько смысла имеющимся у нас свидетельствам, как то, что сам Иисус показал тот пример, о котором он говорит, что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. И это было без сомнения учение и тот пример, который имел в виду Павел, когда говорил о законе Христа. Данн делает вывод, должны ли мы тогда говорить о пропасти между Иисусом и Павлом? Нет. Должны ли мы заключить, что Павел отстранился или исказил благую весть, принесенную Иисусом? Нет. Должны ли мы прийти к выводу, что Павел преобразовал послание Иисуса в нечто, что сам Иисус не признал бы? Нет. И, наконец, Иисус различает следование закону и решения на основе заповеди любви. О, у меня не осталось времени, так что я закончу позже. Хорошо. Двигаемся далее. Мы собираемся снова установить таймер на семь минут для ответа Шабиру Али. Можно начинать. Большое спасибо, Дэвид, за этот замечательный ответ, касающийся некоторых моментов, затронутых мною. Но я по-прежнему считаю, что Дэвид не совсем имеет дело с тем, что я сказал. Иногда он коверкает мои аргументы, например, о том, обманывали ли они людей. Я очень четко сказал, что Павел намеренно не обманывал людей, а скорее он сам был обманут тем, что видел и тем, во что верил. Так же и с деяниями апостолов. Я не говорю, что автор деяний намеренно вводил в заблуждение. Иногда люди видоизменяют, иногда преувеличивают, преследуя определенную цель. И мы должны знать цель человека. Я никогда не говорил, что поскольку человек был очевидцем, значит, он ненадежен. И это то, что имел в виду Дэвид, говоря, что все очевидцы ислама и всего остального ненадежны. Нет, я не говорю, что он ненадежен, потому что он очевидец. Я говорю, что нам нужно корректировать материал, учитывая его определенную цель. И мусульмане говорят об этом не просто от безысходности. Дэвид говорит, «О, мусульманам нужно кого-то обвинить. Но уберите мусульман из картины. Уберите ислам на второй план. Уберите Коран из картины». Что мы имеем? У нас есть христианские ученые, которые сами говорят, что мы не можем принимать деяния апостолов, когда речь идет об апостоле Павле. Мы должны сравнить их с собственными писаниями Павла и увидеть, что Павел действительно говорит нечто иное. Деяния апостола говорят нечто иное. И в этом случае, именно в трудах Павла нужно искать достоверную информацию. Так, например, Эд Сандерс и его книга, которая называется «Павел». Интересно, что Дэвид цитировал Джеймса Дана, потому что у меня есть другая книга Джеймса Дана, где он ясно заявляет, что на самом деле был разрыв. И ясно, что были ученики первых апостолов Иисуса, которые конфликтовали с Павлом. И кто-то написал книгу под именем Иакова, которая традиционно относится к авторству Иакова, брата Иисуса. И она находится в Библии как одна из книг Нового Завета. И эта книга, по-видимому, отвечает на послания Павла, в которых Павел говорит, что вы оправдываетесь только верой. А в этой книге говорится, нет, не только верой, но также и делами. И это осознанный ответ в трудах Павла, так что этот разрыв явно очевиден в самой Библии. И тот же ученый Джеймс Данн в другой книге говорит о том, что было на самом деле. Так он говорит о мифе Ранней Церкви, как о Единой Церкви. Он говорит, например, об иудейских христианах, которые следовали за некоторым первоначальным учением учеников Иисуса, включая Иакова. Вот что он говорит о них. Для иудейских христиан 2-го и 3-го веков Иисус был просто пророком. Иаков, первый руководитель Иерусалимской Церкви, был весомой личностью, но также и Павел, который преобразил ее лицо, широко открыв церковь язычникам, был изменником и отступником. Это на странице 96 книги «Свидетельство об Иисусе», автор Джеймс Данн. Так что уберите и слабость картины, и у вас все еще остаются христиане, которые считали Павла изменником и отступником от веры. И согласно этой книге, были последователи первых учеников, которые отвечали Павлу, и были другие, которые писали и говорили, что даже у первых учеников Иисуса были сомнения насчет опыта Павла, когда он говорил, что Иисус являлся ему. Например, в книге Александра Ведерберна «После воскресения». Итак, это не мусульмане каким-то образом виноваты в том, что с Павлом что-то не так. Это случилось ранее. Так почему же комментаторы Корана не знали этого? Например, вы цитировали Куртюби, историка Юсуфа Али, Ибн Исааха и так далее. Итак, почему же они думали, что Павел был надежным учеником Иисуса? Потому что это те истории, которые они слышали. В сфере экзегетики Корана хорошо известно, что существует проблема в отношении израильтян. Эти истории, которые они слышали от людей, книги названы израильетами, как будто они все исходили от иудеев. Но даже этот термин показывает, что мусульмане плохо разбирались в ранних христианских историях. Кто был кто, и кто кому что говорил, и что они делали. Они взяли эти истории от иудеев и христиан и включили их в собственные труды. Так, они слышали, что Павел был важным учеником Иисуса, и они приняли это как должное. Но когда мы изучаем все в деталях и возвращаемся к фактической формулировке Корана, то видим, что Коран не упоминает Павла. Там нет его имени, там вообще нет имени ни одного из учеников Иисуса. Далее, Дэвид снова говорит о 61-й суре, 14-й стихе, как вчера, так и сегодня. Он основывается на специфической интерпретации этого отрывка. Но в то время, как он пытается доказать, что этот отрывок ошибочен, и следовательно, Аллах не прав, Мухаммед не прав, и все в таком духе, он придерживается специфического толкования. Здесь очень важен такой принцип. Если вы хотите опровергнуть стих или в Библии, или в Коране, вы должны опровергнуть все возможные разумные интерпретации этих отрывков. Вы не можете сказать, это значит то, что я хочу, а другое ложно, следовательно, стих ложен. Нет. Если стих может значить и А, и Б, или А, или Б, и если Б, возможно, правильно, а А, очевидно, ложно, вы не можете сказать, о, это значит А, значит, это ложно. Имеем ли мы дело с Библией или Кораном, мы должны толковать стихи разумным образом. Дэвид говорит, что Павел ходил проверять свои откровения перед первыми учениками Иисуса, но он не говорит нам о другой стороне. Все это исходит от Павла. Павел говорит, что он ходил и представился им, и получил руку общения, но у нас нет свидетельств этого с другой стороны. Как говорит Брюс Чилтон, Павел ясно говорит в своем послании к Галатам, что он ссылается на Петра и лично сказал Петру, что тот поступает лицемерно, потому что они были в ссоре между собой. Но, как сказал Брюс Чилтон, у нас нет ответа от Петра в Новом Завете. Что в Новом Завете есть, так это деяния апостолов, в которых апостол Павел пришел в Иерусалим и в 21 главе ученики подвергли его испытанию. Иаков подверг его испытанию, чтобы увидеть, присоединиться ли он к церемониальным обрядам храма, которые, согласно христианскому мышлению, должны быть прекращены. Жертвы должны быть прекращены. Павла заставляют платить за жертвы в храме, чтобы показать, что он все еще следует закону Моисею и все еще приносит жертвы, тогда как, согласно христианскому мышлению, согласно его собственным письмам, можно было бы подумать, что одна жертва Иисуса принесена на все времена и что жертвы животных больше не нужны. Павел подвергается испытанию и он проходит его, показывая, что он все еще приносят жертвы так что здесь есть проблема отлично хорошо сделайте передышку и мы продолжим двигаться дальше сейчас мы установим таймер на 5 минут чтобы как только мы начнем дать дэвиду возможность для второго опровержения еще раз спасибо за просмотр и следите за обновлениями ведь мы дадим вам возможность как я упоминал ранее совершить звонок ну а сейчас говорит дэвид хорошо шабир сказал что он не говорил о том что павел или лука намеренно вводили в заблуждение людей а скорее они сами заблуждались что же я ссылался на свидетельство о чудесах лука был очевидцем того как павел изгонял бесов и совершал чудеса павел сам ссылается на те чудеса которые он совершил и это крайне необычное явление чтобы просто заблуждаться на этот счет я имею ввиду что если не было фактических результатов совершенных чудес то что это может быть еще как непрямой обман шабир утверждает что не критикуют свидетельство очевидцев а просто говорит что мы должны учитывать цели автора и что же это за цели он говорит что у луки была цель уничтожить сведения об этом разрыве но лука сам автор этой книги он мог бы просто написать что они всегда были в дружеских отношениях как вы можете сказать что лука писал с предубеждением пытался пустить пыль в глаза в некоторых деталях и все же использовать его как источник для этих идей шабир цитирует джеймса дана в качестве источника информации о предполагаемом разрыве и он цитирует свидетельство об иисусе книгу написанную в середине 80-х если мне не изменяет память но сейчас у нас есть исчерпывающий анализ данных по этой теме после еще нескольких десятилетий исследований вот его окончательная позиция должны ли мы тогда говорить о пропасти между иисусом и павлом нет должны ли мы заключить что павел отстранился или исказил благую весть принесена иисусом нет он завершает этот раздел говоря павел который возможно никогда не слышал или не видел иисуса при жизни тем не менее может быть охарактеризован как один из самых преданных учеников иисуса и не только прославленного господа иисуса христа но и также иисуса из назарета это дан зачем кому-то вообще цитировать данна когда сам дан говорит что павла можно характеризовать как одного из самых преданных учеников иисуса опять же это результат нескольких дополнительных десятилетий изучения которую убедили его в этом далее шабир говорит что мусульманские ученые описывали павла как истинного последователя Иисуса, потому что они плохо знали историю. Но Куран не упоминает Павла. Что ж, согласно некоторым из самих мусульман, Куран упоминает Павла в 36 главе с 13 по 16 стих. «В качестве притчи приведи им жители селения, которым явились посланники. Когда мы отправили к ним двух посланников, они сочли их лжецами, и тогда мы подкрепили их третьим. Они сказали, воистину мы посланы к вам. Они сказали, вы такие же люди, как и мы. Милости вы ничего не не спосылал, а вы всего лишь лжете. Они сказали, наш Господь знает, что мы действительно посланы к вам. Итак, эти апостолы были посланы в этот город, предположительно Антиохию. И мы находим мусульманские источники, и несмотря на то, что Ибн Кассир не согласен с ними, он все равно цитирует их. Он цитирует мусульманское предание, согласно которому имена первых двух посланников были Саддик и Саддук, а имя третьего было Шалум, а город был Антиохия. То есть это были Симон, Иоанн и Павел, как последний апостол, посланный к ним. Шабир говорит, что я применяю специфическое толкование 61.14, и я должен опровергнуть все варианты и все другие альтернативные интерпретации этих стихов. Но я следую наиболее очевидному и естественному толкованию этих стихов. Опять же, Аллах перед этим сказал Иисусу, что тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения, а затем в 61.14, Он подтверждает, что уже сделал это. Он поддержал истинных последователей Иисуса, и они вышли победителями. Но согласно исламской точке зрения, Аллах обманул и ввел в заблуждение людей, потому что они стали верить в то, что Иисус умер на кресте. Затем случайно заставил их поверить в то, что Иисус воскрес из мертвых, а после послания было искажено. Ни в каком смысле эти люди не вышли победителями. Они все совершили ширк, и это ни в коем случае не победа. Далее Шабир говорит, что ученики подвергли испытанию Павла, предложив ему совершить жертву. Я думаю, что Шабир совершенно не понимает Павла. Павел не возражал против того, чтобы люди продолжали иудейские праздники и совершали обряды. Павел возражал против того, чтобы навязывать эти вещи язычникам, или против того мнения, что таким путем вы можете быть принятыми Богом. Так что Павел вообще не возражал против того, чтобы люди соблюдали субботу. Не возражал против соблюдения иудейских ограничений в пище. Но он возражал против двух вещей. Во-первых, когда язычники говорили, что они должны соблюдать все это, чтобы быть праведными и приемлемыми для Бога. И во-вторых, когда эта проблема намеренно поднималась, чтобы внести разделение между иудеями и язычниками, чтобы они больше не могли поддерживать общение. Вот тогда Павел возражал против этих вещей. Что касается того, что Павел участвовал в жертвоприношении, его позиция состояла в том, чтобы всякий поступал по удостоверению своего ума. Поэтому у Павла не было проблем с этим. Они есть у Шабира, который обременил Павла позицией, которую тот не разделял. Итак, где же этот разрыв? Вы не обнаружите его ни в одном из источников, и это потому, что его попросту не было. Спасибо, Дэвид. Теперь мы переходим к Шабиру. У вас есть еще пять минут. Сейчас перезапустим таймер и начнем через секунду или две. Вперед. Хорошо, снова было очень впечатляюще, и это замечательно. Итак, Павел не возражал против исполнения иудейского закона? Что ж, я понимаю объяснение Дэвида, но это еще не вся история. В 15 главе Деяния Павел находится на Совете в Иерусалиме, и лидером Совета был очевидно Иаков. Иаков, в конце концов, дает указания, говоря, чтобы не затрудняли язычников ничем, кроме некоторых установлений. И все согласились с этим. Дух Святой также согласился с этим. Эти установления включают в себя законы о пище. Вы не можете есть кровь или удавленину, или оскверненного идолами. Когда вы подумаете о крови или удавленине, то вы поймете, что это иудейские законы кошерной пищи, и вы не можете есть мясо, оскверненное идолами. После Павел был уполномочен идти и учить этому всех верующих в церквях, и Варнау был послан вместе с ним. Но Варнау покинул его, и Лука дает простое мирское объяснение, почему Варнау покинул Павла. Но другие исследователи считают, что Варнау и Павел придерживались двух различных мнений по этому вопросу. Павел пошел своим собственным путем, и Варнау не мог дальше оставаться с ним и учить тому, чему учил Павел. В любом случае, мы знаем, чему учил Павел. В своем послании к римлянам, 14 главе, 20 стихе, он говорит, что вся пища чиста. Разве это не противоречит тому, что постановил Иерусалимский совет? Это значит, что если деяния апостолов верны, то Павел поступал лицемерно, показывая одно лицо ученикам, а после писал нечто отличное от них. Поэтому в комментариях Блэка к Новому Завету на 21 главу деяний говорится, что Павел, приходящий и приносящий жертвы, не мог это делать так, как описано в книге деяний, иначе это было бы лицемерием. Так что у нас тут проблема с деяниями, как с источником. И мы знаем, что Павел на самом деле учил отличному от того, что мы знаем от первых учеников Иисуса. И деяния апостолов пытаются это скрыть и показать, что в этой ситуации они были все вместе и заодно. Насчет 14 стиха 61 суры Корана. Мы много говорили об этом, и все еще говорим об этом. Толкование, которое я предложил, состоит в том, что Коран терпим к людям, даже к тем, кто имеет ложную веру. Но Бог знает тех людей, которые искренне пытаются служить Ему наилучшим образом, как-то позволяет обстоятельства. Он признает всех людей. Даже мусульмане сегодня не должны утверждать, что мы совершены, но мы просим у Бога милости и руководства, и Бог принимает нас такими, какие мы есть. Бог принимает предыдущих людей. Бог принимает иудеев как людей книги, несмотря на то, что иудаизм не принял Иисуса, что для мусульман является большой ошибкой, потому что, когда пророк приходит от Бога и проповедует людям, на них лежит ответственность за принятие пророка. Но вместо этого некоторые попытались распять его. Это ужасно. У Бога есть много причин, чтобы захотеть обвинить этих людей книги, но он все еще относится к ним с уважением, как к людям книги. Также должны мусульмане относиться к ним, ведь среди них есть верующие, как и среди христиан. Есть верующие люди, которые верны, и Коран восхваляет их, несмотря на богословские проблемы. Коран в Суре 50, в 48 стихе говорит, что если бы Бог пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Но когда мы вернемся к Богу в будущей жизни, то Он поведает нам о том, в чем мы расходились в мнениях, потому что здесь мы не сможем разрешить все проблемы и споры. Что насчет поздней датировки от Марка? Поддерживая ли я философию тех ученых, которые говорят, что Иисус не мог предсказать будущее? Нет. Но заметьте, что есть ряд особенностей этих работ в их историческом контексте. Когда ученые пытаются понять всю эволюцию, развитие христианства и их трудов, вот здесь и находится Марк. И это не только ученые с философскими предубеждениями, даже консервативные ученые, такие как, например, Фредерик Брюс, в своей книге, которая была отмечена евангельскими христианами, озаглавлены «Документы Нового Завета». Достоверны ли они? Итак, в этой книге Брюс говорит, что рассмотрев Евангелие от Марка, его можно датировать 60-ми годами, а другие Евангелия были написаны позже. Так что вопрос не в том, что я поддерживаю мировоззрение, которое делает весь ислам недействительным. Итак, вкратце ясно, что когда дело обстоит именно так, мы не обвиняем Луку или Павла в прямой лжи. Мы говорим, что у них были свои цели, которые следует учитывать. Насчет Джеймса Данна, иногда он пишет книги под некоторым давлением и говорит одно, но после, будучи христианином, он пытается оправдать христианскую веру. Однако, когда он утверждает нечто, противоречащее христианским убеждениям, то это важно, и вот почему я его цитировал. Я думаю, мы нуждаемся в обоих мнениях. Спасибо большое, господа. Мы собираемся перейти к следующей части. Мы переустанавливаем таймер на 6 минут. Это будет перекрестный допрос, как я упоминал ранее. Дэвид будет следующим. Он будет говорить одну минуту, а затем мы дадим минуту Шабиру. И так в течение трех раундов три перекрестных допроса по одной минуте. Итак, мы переустанавливаем таймер. После этого будет перерыв. А сейчас, Дэвид, часы установлены на 6 минут. Вперед. Хорошо, Шабир. Я все еще думаю, что вы слишком много уделяете времени обсуждению совета, потому что это очень легко согласовать. В 15 главе Деяний прежде всего важно заметить, что делают апостолы, когда возникали некоторые разногласия. И это пример для христиан. Когда они задавались вопросом, как следует поступить, что они делали? Все руководители собирались вместе, обсуждали и решали эти вопросы. Это отличный образец для подражаний. Но в чем же суть проблемы? Проблема состояла в том, что христиане-евреи и христиане-язычники пребывали в общении, и установление об ограничении в пище заключалось в том, чтобы язычники не делали тех вещей, которые настолько оскорбительны для иудейского разума, что это могло помешать общению с ними. Но это именно то, о чем беспокоился Павел. Павел говорит, что идол ничто, поэтому не стоит волноваться о том, можно ли есть идоложертвенное, если человек не знает, откуда эта пища. Поэтому он говорит, не беспокойтесь об этом. Но когда это может соблазнить чью-либо совесть, тогда он конкретно говорит, если пища соблазняет брата моего, «не буду есть мясо вовек». Поэтому Павел в точности соответствует тому, что мы находим в 15 главе Деяний. Шабир? Две вещи приходят на ум. Во-первых, отвечая на то, что вы только что сказали. Это не то, что постановил Совет. Совет в Иерусалиме не сказал, что если вы соблазняете кого-то, тогда вы не можете есть эту пищу. Он прямо заявил, что вы не можете есть эту пищу, вы не можете есть оскверненную идолами, кровь или удавленную. И Павел, предположительно, должен был учить тем же вещам в согласии с этим постановлением. А это постановление было под водительством Святого Духа и главы церкви Иакова, брата Господня. Таким образом, Павел, очевидно, учил чему-то другому, вопреки этому постановлению, которое его и направляли проповедовать. Теперь насчет предыдущего вашего заявления о суре Я-Син в Коране, глава 36. В ней не указаны имя Павла или имена учеников. Они указаны в комментариях, и такие комментарии показывают, что комментаторы Корана не очень хорошо знали христианскую историю. В противном случае, они бы не сказали «Симон», «Иоанн» и «Павел», а назвали бы этих трех «Петр», «Яков» и «Иоанн». Дэвид, я думаю, что в действительности это показывает, что мусульмане очень хорошо понимали историю. Они понимали, что это были авторитетные апостолы церкви. И мы знаем, что Павел отправлялся в Антиохию, предположительно название того города. Опять же, мусульмане читали это в контексте исламской истории, в которой Аллах поддерживает истинных последователей. Так что, если Павел был авторитетным человеком, то он должен был быть истинным последователем. Насчет отрывков 15 главе Деяния, заметьте, что сказал Шабир. Нужно было говорить неверующим не делать этих вещей, а Павел это не сделал. Что ж, Павел говорит, что вся пища чиста. Но догадайтесь, что мы находим в Евангелии от Марка. То же самое. Павел указывает на то, что если вы не знаете, откуда берется эта еда, то вам и не нужно это знать. Почему? Потому что идол ничто. Вы не согласны с этим? Вы думаете, что если что-то было принесено в жертву идолу, то это как-то делает пищу нечистой само по себе? Очевидно, намерение показать источник всего обсуждения в 15 главе Деяний. Это различие между иудеями и язычниками в ограничении в пище, и как оно может нарушить общение. Вот в чем проблема. Павел решает ту же проблему и приходит к тому же выводу. Шабир? Хорошо, насчет описания того, как Коран поддерживает ученикова Иисуса. Я думаю, что подробное объяснение уже было дано, и я не понимаю, почему Дэвид так настаивает на том, что Коран ошибочен в этом вопросе. Коран приветствует христиан вместе с их ложью. Мы не можем считать христиан ответственными за это. Например, допустим, Крис родился после Никейского собора, вырос в том регионе, и все, что они там знают, это то, что есть Троица, и Иисус Сын Божий. Так что, неужели Коран осудит таких христиан, которые жили в эти 300 лет? Потому что они не знали ничего лучше, чем следовать тому, чему учили их родители, и тому, что они услышали в церкви. Коран принимает их, так как он знает, что они хорошие люди, и искали добра в своих сердцах и действиях. Насчет 15 главы Деяний, я думаю, вы совершенно не правы. Ясно, что идоложертвенное было объявлено нечистым, так как это сказано во 2 главе Откровения. Когда Иисус придет, он осудит те церкви, которые ели идоложертвенное. Дэвид, минута. Что ж, Шабир говорит, что нет никаких проблем с тем, что Коран поддерживает истинных апостолов Иисуса, и говорит, что он сделает так, чтобы они вышли победителями, даже при том, что эти апостолы, в конце концов, учили тому, что Иисус Сын Божий, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. И это то христианство, которое распространилось по всей Римской империи. И Шабир говорит, что ж, Бог просто терпел это. Но подумайте, что это за Бог, который предположительно был терпим к этому. Они говорили, что Иисус Сын Божий, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. Все это полностью противоречит Исламу. И нам советуют думать, что Бог просто не возражал против этого, пока не пришел Ислам. Но согласно Исламу, Бог на самом деле участвовал во всем этом. Во-первых, в появлении веры в Иисуса, который умер и воскрес. Но после того, как такое послание было утверждено, Он не просто позволил Ему распространиться. Он говорит, что поддерживал этих христиан до тех пор, пока они не вышли победителями. Так что Он на самом деле помогал им распространять веру в то, что Иисус это Сын Божий. Ух ты! Шабир? Что ж, здесь вы трактуете слово «поддерживал» в самом абсолютном смысле, который только возможен. Вы не допускаете возможности того, что Бог поддерживает их в некотором смысле и предпочитает их тем людям, которые полностью отвергают Иисуса, и людям, которые сознательно поклоняются идолам, людям, которые намеренно говорят, что существует множество богов и то прочее. Итак, когда Бог посмотрел, кто же был верующим в тот момент времени, оказалось, что это были христиане, даже несмотря на то, что они оказались павлонианскими христианами. Они все же верующие в Бога и те, кого Бог поддерживает и помогает в противовес другим. Когда же вы говорите, что по словам Марка Иисус провозглашал, что вся пища чиста, то это доказывает, что на Евангелии от Марка оказывали влияние работы Павла. Но Матфей, который написал более иудейское Евангелие, передающие ту же историю, не упоминает, что Иисус объявил всю пищу чистой. И ясно, что в ранней церкви не вся пища была объявлена Иисусом чистой. В противном случае, как вы объясните деяния апостолов, где они собирались на совете, чтобы решить этот самый вопрос? Хорошо, господа, отличная работа. Сейчас мы возьмем небольшой перерыв, а затем вернемся и услышим трехминутные выводы от каждого. Оставайтесь с нами. И мы снова с вами. Большое спасибо всем. Сейчас мы приступаем к нашим опровержениям и финальным заключениям. Первым будет доктор Шабир Али с трехминутным выступлением. Закончат дебаты доктора Дэвид, и на этом завершатся наши первые дебаты на тему «Говорит ли Павел истину об Иисусе?». А затем состоятся еще одни на тему «Говорил ли нам Мухаммед истину об Иисусе?». Итак, доктор Шабир Али, у вас есть три минуты. В заключение я хотел бы подвести итог всему, о чем мы говорили вчера и сегодня. Мы увидели хорошие аргументы, указывающие, что Иисус не утверждал, будто Он Сын Божий. Чтобы утверждать, что Он от Вечности рожденный Сын Божий, нам нужны ясные слова Иисуса, чтобы удостовериться, что это не ваши фантазии или измышления. И мы увидели, что слова о том, что Он является Вечно Рожденным Сыном Божьим, ведут нас к таким проблемам, как троица, которая запутанна и трудна для объяснения. И на самом деле, когда христиане открывают эту коробку и говорят, что в одном Боге есть три личности, то это ведет к вопросу об ограничении. Ведь в Библии нет ничего, что говорило бы, что есть только трое. Их может быть множество в одном. Еще вчера мы увидели, что Иисус был пророком, и это именно то, что Он говорил о себе. И именно в это верят мусульмане, что Он был пророком Ислама, потому что Он проповедовал монотеизм. И Он также преклонял свое лицо к земле и поклонялся одному Богу. И сегодня мы увидели, что Павел был действительно весьма влиятельной фигурой, отвлекшей христиан от монотеизма Иисуса, идеей того, что Иисус был пророком Божьим. Павел начал проповедовать, что Иисус был Сыном Божьим, и даже больше, что Иисус каким-то образом является божественным существом, сошедшим на землю в человеческом облике. И поэтому Он направлял людей поклоняться Иисусу, а это значит, что согласно 13 главе Второзакония, Павел был лже-пророком, и это объясняет, почему иудеи хотели побить его камнями, а также почему некоторые ранние ученики Иисуса не верили, что Павел является истинным апостолом. И когда он пришел в Иерусалим, как сказано в Деяниях Апостолов, они боялись его, потому что он гнал церковь. Но почему же люди, исполненные Святого Духа, боялись другого человека, с которым только что говорил Иисус, и который также был исполнен Святого Духа? Это не имеет смысла. Имеет смысл предположение, что они подозревали, Павел не совсем прав. Он не истинный ученик Иисуса, он ошибается. Более того, они подвергли его испытанию, когда услышали, что он проповедовал нечто противоположное первоначальному учению Иисуса и его учеников. И согласно деяниям апостолов, он прошел испытания, пытаясь показать, что он следует Иисусу. Но мы знаем из его трудов, что он проповедовал нечто другое. Например, в 14 главе, 20 стихе послания к римлянам, где он говорит, что вся пища чиста. Однако мы видим, что на Иерусалимском совете они намеренно говорили, что вы не можете говорить, если мясо было принесено идолам, то его можно есть. Это запрещено. Поэтому иудеи и язычники одинаковы. И более того, в Откровении 2 главе сказано, что когда Иисус придет обратно, он осудит те церкви, которые едят идоложертвенные. Итак, в общем, мы видим, что именно Павел несет ответственность за убеждения в оправдании только веры, идеи, что дела больше не нужны, и что Иисус умер за наши грехи раз и навсегда. Поэтому вам нет нужды следовать закону. Все эти убеждения, которые довольно ясно исходят из трудов Павла, на самом деле исказили христианство. А Ислам старается вернуть христианство обратно к Иисусу. Хорошо, мы переустанавливаем таймер, и у Дэвида есть 3 минуты, чтобы довести до конца эти первые дебаты. Так что вперед. Что ж, Шабир настаивает на том, что Павел полностью отказался от следования Божьим заповедям. Я процитирую его, чтобы вы могли увидеть его истинный взгляд на это. 1 Коринфянам 7.19 «Обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Итак, он подчеркивает соблюдение заповедей. Но он был способен различать, что среди заповедей относится к язычникам и что неприменимо к ним. Но угадайте, что? Иисус также делает различия в законе. Иисус подчеркивает любовь как закон, которому мы должны следовать. Павел говорит то же самое. Почему? Иудейский раввин такое бы не сказал. Но Павел принял это от Иисуса. Так что Павел полностью соответствует учению Иисуса. Шабир говорит, что... Извините, Шабир говорит, что когда Иисус сказал, что вся пища чиста, то это показывает влияние Павла. Вовсе нет, если вы отбросите эту позднюю датировку от Марка. На самом деле, если вы посмотрите на датировку деяний, которые были написаны в начале 60-х, а это вторая часть трудов Луки, и поэтому Лука должен был писать до этого, и это доказывает, что Марк должен быть написан гораздо ранее. Вы говорите, что Павел так сильно повлиял на раннюю церковь, что она была полностью искажена, и ничто не смогло избежать этого. И Шабир до сих пор считает, что это не проблема для Ислама, когда Аллах якобы защищает истинных последователей Иисуса. Шабир подводит итоги. Мы увидели, что Иисус был просто пророком. Нет, согласно всем нашим источникам, всем нашим источникам, Иисус является Божественным Сыном Божьим, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. Если все это неверно, и вы обвиняете апостола Павла в этом, имейте в виду, что вы должны обвинять в этом Аллаха, потому что он ответственен за два из этих трех. Но если Павел ответственен за веру в то, что Иисус Сын Божий, подумайте о том, что в итоге получается. Думайте о том, что вы имеете здесь. Аллах говорит, что Он посылает Евангелие как руководство для человечества, но Павел остановил это послание. Аллах говорит, что Он поддерживает истинных последователей Иисуса, но Павел переубеждает их и формирует христианские доктрины о том, что Иисус – это Божественный Сын Божий. Итак, вот какая картина складывается. Аллах делает все, что в Его силах, обещает защитить их, Он пытается сделать все возможное, но Он так и не смог противостоять апостолу Павлу. Просто подумайте об этой картине. У нас есть Аллах, который дал все эти обещания, говоря, что Он совершит все это, но затем Его одолевает Павел. Это делает Павла более могущественным, чем Аллах. А Павел называет себя простым рабом Господа Иисуса Христа. Теперь проанализируем, чьи качества более велики. Есть Аллах, более великий Павел и более великий Господь Иисус. Учитывая, кто из них более велик, кого мы должны слушаться? Мы должны слушаться Господа Иисуса Христа и Его истинных апостолов, из которых все согласны, что Он является Божественным Сыном Божьим, который умер на кресте за грехи и воскрес из мертвых. Откуда мы получаем противоположные сведения? От Мухаммеда, 600 лет спустя говорящего нам следовать нашей книге, которая учит, что Иисус – это Божественный Сын Божий. Господа, вот и подошли к концу нашей первой дебаты. Мы ценим ту информацию, которой вы поделились друг с другом и с нашей аудиторией. Потому что...